О том, что выехать с территории жилищного комплекса императорские мытищи проблематично, знают все. Мы сами не раз рассказывали о многокилометровых пробках. Жители пишут об этом в социальных сетях. Но сейчас, с приходом весны, ситуация усугубилась в разы. Чтобы выехать с территории на Осташковское шоссе, нужно несколько часов. Об этом говорят и сами жители. Юлия Тихомирова живет в императорских мытищах уже полгода. Каждый день на дорогу уходит уйма времени. Сегодня Юлия делает фото, чтобы написать очередную жалобу в Добродел. Мы больше часа стоим, из ЖК выехать не можем. Я вышла из дома, и мне ехать некуда. Ну, то есть, все, пробка. Я полтора часа простояла в пробке. Естественно, все стараются объезжать, но я тоже, если честно, лихачила. И тоже объезжала, потому что два часа стоять в ЖК – это… Нет, самое ужасное, что женщины утром в садик ведут детей. Они идут сейчас этими самокатами, а здесь везде лужа, и дорогу перейти негде. Они уходят вон туда далеко, по дороге. Там, кстати, тротуара нет. Машины едут, их брызгают, грязно. Согласно с Юлией и другие жители, по их словам, необходимо срочно принимать меры по изменению схемы движения. Утром не выехать отсюда. Вот с императорских моих пищ, вот до этого, я ехала полтора часа, чтобы попасть в больницу Пирогова. А скажите, тут, получается, затор образовывается? Конечно, вы видите, и вода, и машин-то много, дорога узкая. А население там растет, дома сдаются, и люди вообще мучаются на работу. Вот я сегодня с сыном разговаривала. Он 12 минут восьмого выехал и, говорит, ехал сюда полтора часа с лишним больше. Здесь каждый день пробки, да и перейти невозможно. Вот с этой стороны, когда придешь, оттуда сюда не можешь. А не видишь, какая грязная вода. И ничего не может. Сейчас мне надо пойти сюда, возле лайта. Внучку надо из школы провести. А невозможно там пройти. Вот этот 100 метров невозможно пройти. Трудности с переходом дороги временные, говорят специалисты. Сейчас из-за засыпки пруда в связи с прокладкой инженерных коммуникаций для строительства автомобильной дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка и обильного таяния снега образовалось подтопление. Уже несколько дней дорожники ликвидируют последствия таяния снега. Рабочие раскопали траншеи. Вдоль проезжей части продолжается откачка воды. В сутки выкачивают более 200 кубометров. В данный момент откачиваем талые воды. Выпрос у нас идет где-то за километр в реку. Будем стоять, пока не кончится вода. Вода талая, она тает, поэтому она прибывает. Она же не сразу вся растаивает. После того, как вода уйдет, специалистам дорожного управления предстоит провести ямочный ремонт. Из-за подтопления и перепадов температуры в некоторых местах просел асфальт. В перспективе здесь проведут глобальные дорожные работы по реконструкции участка. В Подмосковье продолжается большая работа по ликвидации пробок. Уже известно, что до 2024 года в рамках госпрограммы на этом участке изменят схему дорожного движения. Проложат дублер, а с Ташковского шоссе организуют кольцевое движение. Правда, дорога будет платной. Тем не менее, жители надеются, что нагрузка на основную магистраль существенно сократится. И вопрос пробок решится.